Председатель контрольно-счётной палаты Валентина Чайкина отчиталась об итогах работы контрольного органа перед депутатами районного совета. В минувшем году контрольно-счётная палата, в состав которой входит три человека, провела около 50 контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий. Выявлено нарушение по результатам контрольных мероприятий на общую сумму 1 млн 636 257 рублей. Самые крупные нарушения на сумму более 1 млн рублей выявлены при газификации посёлка Мирного. По результатам проверки подрядчик восстановил бюджетные средства. В первом квартале прошлого года комиссия установила ряд недостатков, возникших в ходе эксплуатации дома для сирот, построенного в посёлке Родники. К настоящему моменту недостатки также устранены. Нарушения в исполнении муниципального задания выявлены и в одной из городских школ. В результате принятых контрольно-счётной палатой мер восстановлено по результатам проверок 1 млн 480 тыс. рублей или 90,5% от выявленных нарушений. В том числе 1 млн 422 тыс. рублей возмещено в бюджет, 57 751 тыс. рублей выполнено работа. По словам председателя районного совета Татьяны Марченко, в ходе проверок по обращениям граждан случались и курьёзы. По жалобе жителей села Великовечного представители контрольно-счётной палаты выехали с проверкой организации уличного освещения. Написал нам письмо на 28 листах о том, что там установлено количество светильников, не то, что воруется электроэнергия и так далее. В результате, когда пролазили там целую ночь наши ваши депутаты, Великовеченские, наша контрольно-счётная палата, обнаружили, что там на сколько? На 113 светильников или на сколько больше? Даже больше на 113 светильников. На 113 светильников больше в натуре, нежели. Спасибо, что посчитали. Кроме отчёта о проделанной работе, депутаты удовлетворили просьбу председателя КСП о введении ещё одной штатной единицы, которая будет заниматься аудитом муниципальных закупок.